Габарет, даже если остаются нишевыми, избавляется от избавления. В музыке я искал свободу. Все равно был ли это джаз, рок или что-то другое. Я искал свободу, а она состояла в том, чтобы найти такую нишу, в которой человек мог бы проявлять какие-то свои эмоции. Так делал Хэндрис, так делал Волтран. Ты недавно в интервью для пении программы Больского радио сказал, что в 60-х годах, когда червоные гитары пели «Потому что ты боишься мышей», Боб Дилан спел их про вещи более существенные. Это была фраза, которая вызвала много эмоций. Я не понимаю этих эмоций, я ведь не соврал. Я не припоминаю песен, которые поговорили о том, что действительно происходило в Больше в 60-70-х годах по объективным причинам. Правда? И для поздравления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасы, что требует купить! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поговорим о 70-х годах. Новая власть обвечала людям достаток. Достаток? Да, достаток. Это было для людей большим изменением. Начали производить маленькие фиазы, строить дома, поставлять западную косметику и продукты. Кока-кола была символом западной культуры. Каким образом отражала эта музыка? Гэрис, первый дискретарь партии, не любил рок. Бонни Эм были идеальной связой для таких людей, как он. Веселая музыка для радостных людей в счастливом учреждении. Мы пребывали во фустраде, нас переполнял в нем. Субтитры создавал DimaTorzok